В эфире новости. С вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и его узбекский коллега заложили фундамент под строительство нового микрорайона поселка Мырзакен в Тургестанской области. Сюда переедут семьи нескольких поселков Мактаральского района, которые пострадали от наводнения. В планах возвести 500 домов, школу, детский сад и фельдшерские пункты. Тем временем продолжается откачка воды с территории потопленных сел в Тургестанской области. Работу провели в Нурлыжоле, Жанатурмесе, Фердауси, Оргебасе, Достыке и Женосе. На территории пяти населенных пунктов возвели временные дамбы. Спасатели также проводят работы по эвакуации имущества, укреплению дорог и берегов каналов. В общей сложности в устранении последственного днения задействованы более 1600 человек и почти 300. В Экибастузе, несмотря на карантин, кипит работа на строительных площадках. Впервые за последние годы здесь планируют сдать в эксплуатацию 11 многоэтажных жилых домов. Собственные квадратные метры обретут тысячи семей. Подробности в нашем сюжете. Строительство нового жилья развернулось одновременно в двух микрорайонах города Угочков и Энергетиков. В 9-м и 22-м. К работам приступили больше полутысячи человек. Подрядчики обещают уложиться в срок и выполнить государственный заказ на высоком уровне. Отметим, что это не только в интересах будущих жильцов и местных властей, но и самих застройщиков. Ведь от качества их работы напрямую зависит, смогут ли они в будущем работать в Экибастузе или попадут в список недобросовестных организаций. А конкуренция на рынке нынче жесткая. Нами выигран конкурс на строительство девятиэтажного двухподъездного дома, состоящего из 72 квартир. Также начало строительства мая месяца и конец ноября текущего года. То есть 72 квартиры семьи должны получить свои ключи к концу ноября. Гарантируем качество, качество выполняемых работ. Надеемся на долгосрочное сотрудничество в городе Экибастуз. До 2015-го практически порядка 4-3 тысяч всего лишь вводилось. И вот у нас рост начался. Возводятся высотки в моногороде по государственным программам Нурлажер и дорожная карта занятости. Мы начали с 1 мая строительство четырех девятиэтажных домов. Там комплекс идет из шести девятиэтажных двухподъездных домов. Забиваем сваи уже. Приступили к забивке сваи. По срокам нам надо сдать в этом году. В очереди на жилье в Экибастузе чуть больше 6 тысяч человек. Это люди самых разных категорий, в том числе дети войны, чернобыльцы и воины-интернационалисты. Население моногорода постоянно растет и молодеет. Многое из тех, кто переезжает сюда из так называемых трудодефицитных регионов. Если в минувшем году ордера на собственные квадратные метры получили около 500 человек, то нынче цифра увеличится в два раза. Ежегодно, если мы будем вводить порядка тысячи квартир, мы за 8-9 лет снимем проблему с очередностью в городе Экибастузе. То есть нам надо эти темпы только наращивать и сохранять. В рамках дорожной карты занятости на строительство данных домов нами будет дополнительно привлекаться свыше 500 человек. То есть, соответственно, это те люди, которые сейчас им необходимы. Это каменщики, разнорабочие. Помимо самого Экибастуза, к концу года квартиры обретут и жители поселка Солнечный, добрую половину населения которого составляют работники крупнейших в стране станций ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Здесь реконструируют два многоэтажных жилых дома, законсервированных еще с советских времен. А это больше 7 тысяч квадратных метров. Новоселье очень скоро справят почти 150 семей энергетиков. Экибастуза, Салаватимир Вулатул, Амарат Игников и Алексей Мельницкий. Хабар, 24. Завтра Касым Жумар Токаев проведет заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действий правительства и других госорганов после снятия режима чрезвычайного положения. А сейчас последние данные о коронавирусе в Казахстане. Общее число заболевших 5056. Выписаны из больниц 1828 казахстанцев и по-прежнему в больницах остаются 3197 пациентов. Детальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. В мире COVID-19 заразились более 4 миллионов человек. Почти 300 тысяч пациентов скончались из-за сопутствующих хронических заболеваний. Первое место по числу заразившихся остается за США. Миллион 300 тысяч человек. Далее следует Испания, Италия, Великобритания и Россия. В соседней стране за сутки выявлены почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, во многих странах снимаются некоторые ранее действующие ограничительные меры. Частично снимают ограничительные меры и в Пакистане. Власти разрешили возобновить работу магазинам, фабрикам, стройплощадкам и некоторым другим предприятиям. А вот образовательные учреждения не откроются до 15 июля. При этом чиновники просят людей придерживаться всех мер предосторожности, носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию. На сегодня в стране коронавирусом заболели почти 30 тысяч человек, а погибли 639. Власти Сеула объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров города из-за новой вспышки коронавируса. За последние сутки в Южной Корее выявили 18 новых случаев заболевания, причем 17 инфицированных заразились от одного и того же человека. Власти считают, что с мужчиной могли контактировать почти полторы тысячи человек. Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в их Тенфхоне, в начале мая сдать тест на коронавирус и не выходить из дома. Напомню, власти Южной Кореи начали ослаблять введенные 6 мая ограничения. Сейчас в стране действует режим социальной дистанции. Количество инфицированных в этой стране приближается к 11 тысячам. Жительница Парижа Кейт Джонс с началом карантина оказалась в самоизоляции в своей крошечной квартире площадью всего лишь 9 квадратных метров. Чтобы не предаваться унынию, она поделила жилье на зоны и обзавелась растениями. Когда австралийка три года назад приехала в Париж, студия на чердаке оказалась ей просто идеальным жильем. Тогда она работала официанткой, квартира стоимостью 550 евро в центре французской столицы в месяц была ей по карману. Тем более, что большую часть времени она проводила вне дома. Кейт и представить себе не могла, что из-за пандемии коронавируса ей придется провести в заперти целых два месяца. По ее словам, поначалу ощущения были сродни к клаустрофобии. Оказавшись в такой ситуации, я не могла сказать, окей, здесь у меня спальня, потом я пойду поработаю в другой комнате, вот здесь я пообедаю, а потом вернусь в офис. К сожалению, я не могу позволить себе такую роскошь. И первое, что собирается сделать Кейт после снятия всех ограничительных мер, отправиться на пикник в парк, либо просто посидеть под открытым небом где-нибудь у реки. В период самоизоляции люди стали больше читать. В Баку книжные магазины получают небывалое количество онлайн-заказов. Посвятить свободное время чтению стремится и стар, и млад. Но особой популярностью пользуются именно детские книги. Наш корреспондент Шавхат Алиева расскажет подробно. В период самоизоляции люди по-разному занимают появившееся свободное время. Одним из самых популярных стало чтение книг. Этому свидетельствует повышение онлайн-продаж книжных магазинов. Герои произведений самых разных жанров стали хорошими друзьями в самоизоляции. Менеджеры по продажам книг говорят, что люди активно заказывали художественные произведения, а также пособия для саморазвития, психологические монографии и словари. Интерес и потребность к книгам в период карантина значительно возросли. Особой популярностью пользуются детские книги. Это в основном сказки, различная детская литература, развивающие книжки. Я думаю, что этот факт связан с тем, что на данный момент закрыты множественные образовательные центры, учреждения, и родители в домашних условиях занимаются развитием своих детей. Онлайн-продажи могли организовывать в основном более крупные книжные магазины, потому что это требовало дополнительные ресурсы, связанные с доставкой книг покупателям. Как отметили в книжном центре, заказов стало больше на 20%. Классическая литература, как местная, так и мировая, пользуется популярностью и во время карантина. Много заказов было на книжки по изучению иностранных языков. Заказывали пособия по подготовке к экзаменам в ВУЗы на водительские права. Заказы принимали по телефону и в социальных сетях. После смягчения карантинного режима заработали книжные магазины. Покупатели уже сами могут приобрести нужные издания. Но посещать точки реализации рекомендуют только с соблюдением социальной дистанции и всех гигиенических правил. Шафа Галеева, Айгюн Гасан, Хабар-24, Азербайджан, Баку. К новостям в нашей стране. Меньше отчетности для педагогов. В силу вступил соответствующий приказ министра образования Асхата и Магомбетова, где указан конкретный перечень документов для заполнения. В высших учебных заведениях отменили написание учебных планов, протоколы комиссии и многие другие бумажные документы. Педагоги колледжей в начале учебного года должны будут лишь внести данные в рабочую учебную программу и календарно-тематический план, а также ежедневно заполнять поурочные планы и журналы учета занятий. Тех, кто будет требовать от учителей дополнительные отчеты, будут оштрафованы. Продолжим выпуск. 94 года исполнилось этой весной ветерану Великой Отечественной Михаилу Ивановичу Шепелю. Из четырех братьев, ушедших на фронт, он один вернулся домой. Каждый победный май для него воспоминания о весне 45-го, которую он встретил в Австрии в эшелоне раненых. В поселке Бурлин в гостях у фронт-пикап бывал моя коллега Бутагос Базарбаева. Михаилу Ивановичу никто не даст его 94-х лет. Жизнерадостный и активный, он до сих пор читает газеты, пишет стихи. А если в доме гостей, обязательно сыграет любимые песни. Играть научился в Никополе, где после войны стояли наши войска, рассказывает ветеран. Учил по вечерам сам старшина мусс взвода. На фронт его призвали в 43-м, а демобилизовали только в 50-м. Прошел пол Европы перед самым окончанием войны, был ранен. Эшелон с ранеными тогда повезли в госпиталь в Вену. Тут и настигла весть о победе. Наш часовой стоит и стреляет вверх. Думаю, как часовой на посту, и вдруг стреляет. Тут подбежал это, назад бежит, говорит, война окончилась. Ну и поезд этот как остановился, не знаю, три дня он там стоял, не смог тронуться. Наш весь эшелон раненых был. Весь эшелон расползся. Кто там бочонок нашел, кто шампанское там. Поэтому он долго живет, что замечательный человек, очень добрый, спокойный. И ко всем относится с хорошим, ну отношение у него ко всем очень хорошее. Он очень любит рыбачить и говорит, один час проведенный на рыбалке добавляет 10 лет жизни. До сих пор еще мой муж старается возить, когда есть время. Михаил Иванович потерял на войне троих старших братьев. К матери он вернулся один. Всю жизнь проработал в лесном хозяйстве. Вместе с женой вырастил троих детей. Он признается, что всегда мечтал в День Победы сыграть фронтовые песни на Красной площади. Почти 600 тулупов, 1300 ушанок и 4000 пар валенок и варежек. Таким был первый груз, отправленный на фронт тружениками тыла из Приоралия. Жители области отчисляли фонд обороны, часть своего заработка, отдавали ценности и продовольствия. Среди тех, кто ковал Великую Победу, были старики, женщины и дети. Одна из них – Кулян Яспаева. Моя коллега Рахан Тажбаева навестила ветерана. В славной летописи войны есть особые странички. Они о солдатах без оружия, о героях тыла. Одна из них – Кулян Яспаева. С первых дней войны восьмилетней девочке пришлось работать наравне со взрослыми. Вместо школы – рисовые поля, вместо детских забав – неподъемный труд. Всех, кто остался, забирали на работу. Женщин, стариков, детей от восьми лет и старше. Собирали рис, пшеницу, комбайнов не было. Один трактор на всю округу. Там, где техника не пройдет, работали вручную. Каналы рыли. Было очень тяжело, но больше некому. Всех мужчин забрали на фронт. С ранней весны до поздней осени работали на полях. Ну а зимой пряли шерсть и вязали теплые носки для солдат. За ночь до пяти пар. Все для фронта, все для победы, вспоминает Кулян Ажи. Работу на ночь давали. Помню, шестилетним братам радовались. Новые носочки у нас будут. А бабушка объясняла – это не вам, это солдатам на фронт. Бабушка с братиком пряли, а мы с мамой вязали. И так всю войну. Тяжелый труд до самой пенсии. До войны на полях. После – связистом в секретном отделе. Ветеран тыла для своих родных и близких все эти годы была и остается примером стойкости и трудолюбия. Сегодня она окружена заботой и любовью детей, внуков и правнуков. Многодетная мама, бабушка и прабабушка теперь мечтает только об одном – чтобы больше никогда не было войны. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Казларда, Хабар, 24. Новый закон о ветеранах выступает гарантом их социальной защищенности. Такого мнения придерживается председатель общественного объединения ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе Еротан Ерлан Алдоназаров. По его словам, в документе консолидированы все льготы и гарантии, которые предоставляются ветеранам по действующему законодательству. Закон предусматривает придание участникам локальных войн статуса ветеранов войны. Это значит, им будет доступен соцпакет, который включает льготы в получение жилья, при медобслуживании, в оплате жилищно-коммунальных услуг и многое другое. Закон мы, военнослужащие ветераны, можно сказать, долго ждали. Я считаю, что этот закон своевременно принято предусмотрено 4,8 МРП, медицинское обслуживание, предусматривает льготы по жилью, что радует нас, ветеранов таджикско-афганской границы. Новый сайт Архитектурно-этнографического музея Восточного Казахстана стал одним из лучших. На Международном фестивале в России представители Русского музея в Санкт-Петербурге к 75-летию Великой Победы организовали специальный конкурс мультимедийных ресурсов о непокоренном городе, блокадном Ленинграде. Сотрудники музея в Усть-Каменогорске подготовили целый портал, посвящен он казахстанцам, которые защищали Ленинград. На сайте «Погибшие во имя жизни» представлена исчерпывающая информация о каждом таком герое. Помимо этого, он интересен тем, что предлагает молодому поколению больше узнать о событиях того времени и пройти специальный квест. Кроме того, сайт можно пополнять и обратная связь от читателей там приветствуется. Мы вместе пишем историю и восполняем в ней пробелы, говорят создатели данного проекта. Почерки, письма, возможно какие-то стихи, фотографии, просто биография. Любого человека, который принял участие в снятии блокады, жил там в это время, они являются очень важными, потому что мы стремимся к сохранению памяти о столь великом и важном событии. Военный грузовик с артистами колесил по улицам Тимиртау. Участники городских вокальных коллективов исполняли песни «Победы» и за день выездная бригада успела объехать весь город. Персональное поздравление и особую программу исполняли под окнами ветеранов и толовиков. Всего в городе осталось 11 фронтовиков. Они могли заказать песни на выбор, и самая популярная оказалась песня «Смуглянка». Такое душевное поздравление подняло настроение и боевой дух не только самих ветеранов, но и всего города. Дорогие друзья, в вашем доме проживает ветеран Великой Отечественной войны – Болотин Василий Васильевич. Фронтовыми дорогами прошел Белоруссию, Украину, Польшу, очищая города и села от фашистских захватчиков. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся.